Как вы знаете, Яндекс.Денег у нас больше нет, вместо них есть U-Money, ну то есть Яндекс взял и продал Яндекс.Деньги Сбербанку, теперь Сбербанк полноправный хозяин. Об этом, обо всем я рассказывал в предыдущих видео, сейчас повторяться не хочу, если что, посмотрите по ссылке в описании, что там, как, у кого, купил, зачем, вот. В этом видео немножко о другом, то есть нам обещали, что никаких изменений в принципе не будет, что примерно все останется так же, как и было, те же тарифы, те же условия, ничего не поменяется. Единственная там карточка будет вместо Яндекс.Денег U-Money, да и то не сразу, если у вас закончился период действия, то вы ее со временем просто поменяете, вот и все. Но так ли это на самом деле? Наверное нет, не так. И давайте разберем, что изменилось и что на самом деле стало хуже. А это Критов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится и мы начинаем. В общем, многие скажут, ну как же так, нам же обещали, что хуже не станет, Игорь, но что, разве что-то стало хуже, все так же, мы заходим и все, ничего не изменилось. То есть с первого взгляда некоторые изменения не увидеть, но я решил все-таки протестировать, так ли все работает, как и работало. Ну на самом деле я тестировал, сперва пытался оплатить ЖКХ, там у меня сняли с комиссии опять же, хотя и оплатить получилось. Но на самом деле это в Яндекс.Деньгах то же самое было, то есть комиссия, это зависит она от того, как юридически там зарегистрирована управляющая компания, и я думаю в Яндекс.Деньгах было бы у меня то же самое. Потом я пробовал оплатить интернет бонусными баллами, то есть там 400 рублей нужно было оплатить, 200 получилось оплатить бонусами, 200 рублей просто так, потому что максималка была 200. В общем, все работает примерно так же, как и работало. На первый взгляд изменений никаких нет, жаль только нельзя все бонусами оплатить. Ну и в общем я подумал, что да, действительно, вроде никаких изменений, но дальше я нашел, что стало хуже. Итак, вот в чем дело. Там есть раздел техподдержки. Раньше я все время ругался, вернее так вот негативно воспринимал все ошибки этой техподдержки, там в чате отвечают вот эти вот ребята, и у них орфографические ошибки часто появлялись. Я даже скрины в одном из видео прикреплял. Сейчас я попытался написать техподдержку, а мне открылось окно там с подсказками какими-то. Зачем мне ваши подсказки? Я хочу написать в поддержку, я хочу общаться с живым человеком. В Яндекс.Деньгах хоть и был вот этот вот сначала робот пытается ответить, который нифига не соображает, ты общаешься как будто с табуреткой. Пишешь ему оператора, он зовет оператора, и живой человек начинает с тобой общаться. Здесь же стало еще хуже, выдают список вариантов, и ты не понимаешь, как написать в поддержку. Это список вариантов, там выберите, какая у вас проблема, ты пытаешься найти, ничего не находится, пытаешься написать, не знаешь, где написать. Я нашел, где написать в итоге. Проблема только в том, что это общение не в чате. Зачем они оставили чат, если общения в чате нет? Нет, вместо чата ты пишешь как бы письмо, они его несколько дней там, или не знаю, сколько они там рассматривают, не могу сказать точно, сколько часов, дней там. Но мне пришло, по-моему, на следующий день, или даже через два дня. Я, к сожалению, время не засек, было бы интересно. Но суть не в этом, ты отправляешь письмо им на почту, они его читают через какое-то время, и потом направляют тебе ответ. А у тебя, может, вопрос-то пустяковый был, который хотелось бы в чате рассмотреть, чтобы по-быстрому. Но нет, вот теперь письмо, и ждешь ответа. А, собственно, что я в чат-то писал? Вернее, даже не в чат, а теперь уже на почту. Вопрос у меня был такой животрепещущий. Вопрос безопасности Яндекс.Деньг... Ой, какие Яндекс.Денег? Уже Юмани же. Так вот, вопрос безопасности кошелька. Когда заходишь в новый кошелек Юмани, так сказать, то тебе появляется сообщение, что пора переходить на Юмани, ничего не изменилось, все осталось так же. Но, как работало это раньше в Яндекс.Деньгах? Для безопасности ты устанавливаешь там двухфакторную аутентификацию. Ну, то есть, у Яндекс.Денег для входа в аккаунт было специальное приложение Яндекс.Ключ, которое генерировало QR-коды. Либо оно генерировало короткие пароли. То есть, там проходила минута, не помню, сколько проходило, и эти пароли менялись. Без этих паролей, либо без QR-кода, войти в аккаунт было невозможно. Сейчас, как вы понимаете, Яндекс.Ключ вообще никак не привязан к аккаунту Юмани. То есть, чтобы войти, нужен пароль. И когда вот входишь в приложение, там появляется, что пора сменить пароль, меняешь пароль. Загвоздка-то в чем? Что пароль вещь такая не очень надежная. Записал его, показал где-то, увидел кто-то его, либо какой-нибудь кейлогер на компьютере у тебя оказался. И все, и считай, в твой аккаунт кто-то вошел. Я вот по этому поводу им в поддержку и написал, что типа, как теперь-то быть, ну, безопасность-то под угрозой. Они мне ответили примерно вот что. Здравствуйте, говорят. При входе в профиль, система помимо пароля может запрашивать дополнительное подтверждение, код из письма или смс. Отправляется на привязанный номер. В общем, стандартная такая двухфакторная аутентификация. Но тут странная такая довольно формулировка. Может отправляться, не может отправляться. Мне надо, чтобы включилось, и все. В общем, я им по этому поводу опять же спрашиваю. Как мне установить подтверждение через смс? В настройках? Ну, логичный же вопрос. Как его включить-то? Ну, и тут мне ответили, что никак, собственно. Вот ответ. Здравствуйте. К сожалению, на данный момент перейти на пароли в приложении невозможно. Информации о сроках возврата функционала у нас нет. Система безопасности автоматически проводит анализ, и на основании этого анализа принимаются решения о необходимости запроса одноразового кода из смс или письма. Настроить принудительную двухфакторную аутентификацию сейчас нельзя. Будем работать над этим. Рекомендуем хранить свой пароль в надежном месте. Несмотря на то, что пароль, используемый для входа, не является одноразовым, его также сложно подобрать. Так как мы боремся с этим, и принимаем необходимые меры для обеспечения безопасности. В общем, вот такое вот довольно слабое утешение. То есть, понятно, что если кто-то с какого-то левого компач, с левого IP попытается там войти в кошелек, то, скорее всего, его попросят прислать смс-подтверждение. И попросят ли, вот я точно не знаю. То есть, они как бы на одно-то обещают, но будет ли это исполняться и будет ли это вообще происходить, непонятно. Может и не будет. Может это так для успокоения общественности вот это вот все посылается. Я от страха потерять деньги придумал длинный-длинный пароль, там куча символов, заглавные, незаглавные, цифры, все это. Но мне его вводить неудобно, каждый раз опять по этой бумажечке смотреть, которая у меня хранится в надежном месте. А с QR-то кодами было очень удобно, скажем так. Ну плюс как бы даже длинный пароль, если он где-то у вас записан, то это не факт, что его никто не может подсмотреть. Я как говорил, есть такие программы Keylogger, которые устанавливаются на компьютеры, которые считывают вашу раскладку клавиатуры, на какую кнопку вы нажимаете. Так что входить в аккаунт без надобности по 10 раз нет никакого смысла, это может быть даже опасно. Баланс проще смотреть на приложении, но сегодня я захожу в приложение, а там написано, что пора переходить на новое приложение. В общем-то пришлось переустанавливать U-Money, опять вводить этот пароль там, теперь баланс смотрю там. Кстати, кто-то в отзывах нового приложения писал, что там функционал не такой, как раньше, что нет каких-то темных тем. Можете почитать, зайти в этот отзыв. Так вот, собственно, насколько я вижу, сейчас там все темы, которые раньше были, они также и появились опять. Но меня вот это вот оформление на самом деле мало заботит, меня больше заботит безопасность аккаунта. И мне бы очень хотелось, чтобы, блин, чуть опять не сказал Яндекс.Деньги, чтобы U-Money озаботились этим вопросом и наконец решили. Ну помимо вот этих двух озвученных проблем, есть еще третья, которая меня не касается. Ну то есть первые две, это вот как раз техническая поддержка, которой сейчас нет и по факту вам просто на письма отвечают. И второе, безопасность. Как бы тут понятно, это вот прям животрепещущие темы. А третья, она не всех касается почему, потому что некоторые люди, которые были должниками, они как раз пользовались Яндекс.Деньгами, потому что у них судебные приставы не снимали эти деньги. То есть они не пользовались Сбербанком принципиально, потому что Сбербанк он такой, законопослушный. И если там, скажем, у вас штрафы какие-то, у вас там какие-то алименты неоплаченные, то у вас судебные приставы могут в судебном порядке, опять же, взять и списать эти деньги. А Яндекс.Деньги был более лоялен, хотя я вполне себе слышал истории о том, как Яндекс разрывал договоры с людьми, которые там что-то не оплатили, что-то не сделали, были кому-то что-то должны. То есть эта тема была, по-видимому, раньше актуальна только для владельцев неидентифицированных кошельков. Яндекс тоже не особо был лоялен к должникам и мог применить санкции. То есть переход на Сбербанк, мне кажется, ну не особо большая проблема. Мне к Сбербанку хочется немножко по другому вопросу обратиться. Раз уж вы на данный момент не сделали приложение однологичное Яндекс.Ключу, чтобы можно было как-то через двухфакторную проходить, то хотя бы сделайте, чтобы можно было сейчас вот эти средства, которые есть на U-Money, перевести на какой-то счет Сбербанка без комиссии. Сейчас там комиссия такая бешеная, что не хочется никуда переводить. Если будет без комиссии, можно будет перевести и деньги будут в безопасности. А пока деньги не в безопасности, плюс из небезопасного места перевести эти деньги в безопасное берется какая-то сумасшедшая комиссия. Ну как-то, мне кажется, не очень справедливо. Либо сделайте как-то без этого вот, без вашего, типа, сроки неизвестны, когда вернется старый функционал. Скажите, что такого-то числа мы все сделаем. Либо, блин, ну вот сделайте без комиссии. Я это считаю справедливым, но, конечно, ко мне фиг кто прислушается. Ну а чтобы не напрягать вас рекламой, я решил поставить ее в самом конце. Итак, если вы часто делаете покупки в интернете, то, наверное, вам известен такой сайт, как Алиэкспресс. Если кто-то не знает, это такой сайт, где можно заказать практически любые товары, естественно, в рамках закона. Начиная там от товаров для сада и огорода и заканчивая там компьютерной техникой, техникой для фото и видеосъемки. В общем, все, что душу угодно. Лично я заказывал там софтбоксы для видеосъемки для своего блога. После этого картинка существенно улучшилась. Самое главное, что это все можно приобрести там по доступным, весьма доступным ценам. Несмотря на то, что товары из Китая, качество вполне приемлемое. Скажем так, оно не хуже, чем на наших рынках. Другое дело, что софтбоксы для видеосъемки вы не найдете на наших рынках. Их нужно приобретать, скажем, в профессиональных магазинах. А в профессиональных магазинах они стоят каких-то бешеных денег. Если не верите, то вот за эти два софтбокса, которые я приобрел, я отдал чуть больше 4 тысяч. Теперь можете зайти на любой профессиональный магазин и посмотреть, сколько стоит вообще один софтбокс. Но даже если вы не интересуетесь фото- и видеосъемкой, то уверен, что сможете найти тот товар, который вам по душе. Ну а любая покупка вдвойне приятнее, если на нее есть скидка. По промокоду в описании к этому видео вы можете получить скидку 250 рублей при заказе от 500 рублей на первую покупку с Алиэкспресс. То есть, скажем, заказываете вы что-то в первый раз на сумму 500 рублей, а скидка 250, если вводите данный промокод. А как я уже сказал, товары на сайте весьма недорогие. Можете посмотреть и убедиться лично. Скидка действует на все товары при заказе в Россию или страны СНГ, кроме Украины, к сожалению. Ну а про Яндекс.Деньги, которые называются теперь Юманией, которые принадлежат Сбербанкам, я в принципе рассказал все, что знаю. В общем, ну а у меня на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте нравится. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok